Искусные волшебники. Новорингойские воспитатели осваивают новые знания по робототехнике. Вот уже несколько дней в детском саду «Звездочка» проходят курсы повышения квалификации. Напомню, дошкольное учреждение является базовой площадкой по внедрению этого крайне востребованного направления, как в городе, так и на Ямале в целом. Проводят курсы московские специалисты из Российской ассоциации образовательной робототехники. Затем, как набираются опыта наставники будущих инженеров и кибернетиков, наблюдали Анна Долгушина и Артур Цвелюк. Я так же делала. Оно все равно получается, что у нас есть шатка. Получается, когда вот эти белые лишние, да? Да. На первый взгляд, они играют словно дети. В действительности же на хрупких плечах воспитателей лежит большая ответственность за будущее поколение. Не только объяснить простую истину, что такое хорошо и что такое плохо, а зародить в умах малышей инженерные способности. В детских садах во многих регионах России работают с трех лет, начиная с трех лет. И сейчас очень активно внедряются сами вузы, да, то есть работают предприятия на разработку робототехнических систем. Соответственно, это начиная от детских садов и кончая взрослым человеком, да, работая на предприятии. Курсы решили посетить 28 педагогов из различных детских садов. Все они уже опытные и на раз-два могут собрать робота, оживить его и, главное, объяснить воспитанникам, как это делается. Поэтому специалисты образовательного центра работают с ними по технологии погружения. Это практические занятия. Например, одним из заданий было сконструировать витриную мельницу. Сначала мы собрали конструкцию, и мельница крутилась как бы с наименьшей скоростью. Потом Максим Александрович поставил задачу найти лишнюю деталь, добавить деталь, чтобы наша мельница закрутилась еще быстрее. Вот мы с этой задачей справились, мы молодцы. Вообще сложно это осваивать? Нет, если первое АЗ, осваивать это несложно. Это в зависимости от конструкции. Чем проще конструкцию, знаешь, проще собирать, чем сложнее конструкция, знаешь, сложнее механизм, и надо подумать. По мнению педагогов, робототехника очень полезное занятие. Развивает воображение, мышление и память. Современные дети с пеленок, владеющие гаджетами, легко осваивают свои первые шаги в науке. Примечательно и то, что робототехника привлекает не только молодых воспитателей. Солидный возраст не помеха найти общий язык с новыми технологиями. Конкретно в нашем детском саду довольно молодые воспитатели реализуют это направление. Я смотрю на курсах повышения квалификации, есть и более возрастные педагоги. Но раз они пришли, наверное, у них получается. Я не думаю, что это зависит от возраста. Это, скорее всего, зависит от внутреннего состояния и, скорее всего, даже от желания внедрять те или иные инновации. Теперь педагогам предстоит увидеть свою работу со стороны. Специалист Центра образовательной робототехники проведет занятия с детьми, где наглядно продемонстрируют, как сделать его не только технически правильно, но и невероятно увлекательно. Анна Долгушина, Артур Цвелюк, Служба новостей, «Импульс». И теперь у вас...